Сергей Довлатов. На улице и дома. Моя жена сказала, я еще и еще звонил Гобович. У него есть дело, обещал зайти. Не знаю, наверное, хочет дрель попросить. Мне говорили, он купил стеллаж. Гобович был моим соседом и коллегой. Вернее, не совсем коллегой, он был филологом. Работал над сенсационной книгой. Называлась «Встреча с Ахматовой» и под заголовок «Как и почему они не состоялись». Вот что в этом, что-то в этом роде. Я начал зашнуровывать ботинки. Ты куда? Прогуляюсь, куплю сигареты. А как же Гобович? Если он меня застанет, это будет долгий разговор, а мне работать надо. А когда же ты вернешься? Как только он уйдет, подай мне знак. Какой? Зажги, допустим, свет в уборной. Свет в уборной и так постоянно горит. Тогда потуши. Лучше я повешу на окно вот эту тряпку. Я спустился в холл, крадучись, последовал мимо лифта, вышел на улицу. К этому времени начало темнеть. Кроме того, я перешел через дорогу. Так что Гобович не должен был меня заметить. Я купил пачку Мальбора. Прогулялся до русского магазина. Взял для мамы газету. Тут же у кассы выпил бутылку пелье. Потом меня остановил Давыдов из русского слова. Спросил, как дела. Я в ответ поинтересовался, как здоровье Эпштейна. Да вот, отвечает. Собираюсь в больницу ему позвонить. Инфаркт. Это, сам понимаешь, не шутки. Привет, ему говорю. Я вернулся к дому. Белой тряпки не было. А между тем становилось все прохладнее. Тогда я зашел в Подмосковье. Спросил чашечку кофе. Может, думаю, съесть что-нибудь? Давайте, говорю, меню. Меню нет. То есть, как нет? А я вам и так скажу, что есть. А я не запомню. Запомните. Потому что у нас есть только шашлык. Поразительно, говорю. Я как раз шашлык-то и хотел. А я поел, выпил кофе. К этому времени публика собиралась, музыка заиграла. Помню, руководитель ансамбля воскликнул. Внук Ираклии поздравляет с днем рождения бабушку Нателлу. В честь нее исполняется лирическая песня. Он выждал паузу и торжественно добавил. Лирическая песня. Ты еще жива, моя старушка. Я расплатился и вышел на улицу. К этому времени стемнело. Наш шестиэтажный дом массивно выступал из темноты. Однако тряпки не было. Между тем я почувствовал холод. Зашел в спортивный магазин, купил себе фуфайку за 30 долларов. Тут же натянул ее и лишь тогда заметил спереди эмблему. Череп, две берцовые кости плюс шизофреническая надпись. Ты это прочел? Значит, подошел слишком близко. Хожу я по улице в этой дегенеративной фуфайке, приближаюсь к своему дому. Свет в окне горит, тряпки нет. Я подошел к автомату. Трубку берет жена. Я говорю, отвечай только да или нет. Нет, сказала моя жена. Что нет? Молчание. Гобович у нас? Да. А ты говоришь нет. Он уходить собирается? Да. Что да? Да собирается или да не собирается? Я думаю, нет. Значит, не собирается. Нет. Смотри его, не угощай его. Ни в коем случае. Про тряпку не забыла? Нет. Я снова подошел до русского магазина. Встретил Давыдова. Он говорит, ты знаешь новость? Эпштейн скончался. Я только что ему в больницу позвонил. Хотел заехать, навестить его. Ужасно, говорю. Тут я решил позвонить одной знакомой женщине. Так, ничего особенного. Просто знакомая женщина лет 30 из соседнего дома без мужа. Порылся в записной книжке. Звоню. Это самая Нелли мне отвечает. А, это ты? Я думала, забыл про меня совсем. Можно, спрашиваю, зайти? Некоторая пауза возникла. И затем. Ты извини, я не одна. Ладно, говорю. В следующий раз. В ответ раздается. Следующего раза не будет. Между нами все кончено. И у тебя жена и дочка. Должна я наконец-то о себе подумать. И Нелли повесила трубку. Тут я задумался. Все люди жестоки по-разному. Мужчины, например, грубят и лгут. Изворачиваются, как только могут. Однако, даже самый жестокий мужчина не крикнет тебе. Уходи, и между нами все кончено. Это касается женщин. Они произносят это с легкостью и даже не без удовольствия. Уходи, ты мне противен. Не звони мне больше. Сначала они плачут и рыдают. Потом заводят в себе другого и кричат «Уходи». Уходи. А я-то такого даже и произносить не в состоянии. Я в длину на часы. Половина одиннадцатого. Кинотеатры закрыты. Денег практически нет. Дело приближается к ночи. Окна мои призывно светились. Белая тряпка отсутствовала. Зато, хоть окончательно стемнело, череп и кости на моей фуфайке перестали выделяться. Да и надпись утратила смысл. Я снова позвонил домой. И звука еще не произнес, а жена мне твердо отвечает. Нет. Нет, в смысле да, Гобович у нас? Да, слышу. Я думаю, что там у них происходит? Может, какой-то серьезный разговор? Или какое-то важное дело? Даже чувство ревности во мне зашевелилось. Вешаю трубку. Звоню Рафаилу, который торгует недвижимостью. Благо, живет Рафаил за углом. У тебя деньги есть, спрашиваю? Допустим, нет. Есть только Visa, MasterCard, American Express. А что? Поедем куда-нибудь. В смысле? Я не знаю, в Канаду или в Бразилию. С удовольствием, отвечает. Но у меня Рита больна. Может, через недельку? Через недельку, говорю, я уже, пожалуй, дома буду. А сейчас ты где? Гуляю. Ты выпил? Это мысль. Брось-ка мне в окошко долларов 15. Я же сказал, денег нет, завтра будут. А до завтра мне под окнами бродить. Если хочешь, зайди. Лучше сделай мне одолжение. Позвони в Форест Дрейн. Предъяви свою визу, скажи, чтобы выдали мне дринк, точнее, два. А деньги я при случаях верну. Я зашел в Форест Дрейн, опрокинул два бокала рома из пепси-колы, выкурил сигарету и решительно направился к дому. Был первый час ночи. Минутку, сказал Габарович, мне пора идти, хотя теперь-то чего там? Сергей явился, можно поболтать. Он снял пальто, затем присел к столу и начал. Знаете ли вы, что у меня есть редкая фотография Ахматовой? Какая фотография, спрашиваю? Я же сказал, фотографии Ахматовой. Какого года? Что какого года? Какого года фотографии? Ну, 74-го, а может быть, 76-го, я не помню. Задолго до этого она умерла. Ну и что? Спросил Габарович. Как, ну и что? Так что же запечатлено на этих фотографиях? Какая разница, мирорюбливо вставила жена. Там запечатлен я, сказал Габарович, там запечатлен я на могиле Ахматовой. Когда он направился в уборную, моя жена шепнула. Веди себя прилично, я тебя умоляю. И так все говорят, что у Довлатова совершенно невыносимый характер.